так мы пока мы ждем всех проверим тут у нас работает так потихоньку люди присоединяются всем привет привет дорогие сейчас ждем пока все желающие добавятся и начинаем да мы сегодня с вами будем говорить о 18 веке об эпохе рукоко рада всех видеть так ну еще минутку дадим да в общем пока я буду приступать вообще говоря о стиле рукоко мы все таки должны для себя определить примерную географию примерную географию временные рамки того где в общем мы находимся и ну как бы да в каких о каком периоде пойдет речь что касается географии то преимущественно рукоко преимущественно это все-таки франция мы будем говорить о франции но немного да посмотрим как этот стиль притворял притворил себя да в общем-то воплотился в том числе в россии и в германии да ну то есть мы немного но в основном все-таки такой основной акцент будет сделан конечно на франции родине в общем-то рукоко что касается периода это восемнадцатое столетие причем 18 век он тяготел как бы сразу к двум основным центром стилей то есть это было не просто рукоко не только рукоко а все-таки рукоко и классицизм и интересная такое да параллель можно провести вот если у нас есть культура которая действует в определенный в определенных рамках заданных традиций да то есть соответственно это королевская франция да это этикет это торжественность это парадность это определенный пафос такой репрезентации да и соответственно ну как бы классицизм полностью удовлетворял как раз таки запросу нам вот эту торжественную как бы ну презентацию королевской власти вот как то можно так сказать но дело в том что когда у культуры есть да вот эта сторона официальная то как правило это в общем то еще заметил лотман да и он говорил вот на в отношении русской культуры 18 века быта 18 19 века про то что когда что-то сильно затянуто в корсет да какая то в общем условная в общем структура да какая-то существует определенная то где-то необходимо выдыхать да то есть где-то культура должна иметь ту зону где она где в общем то человек себя чувствует более-менее свободно и наверное если мы берем 18 век и в общем-то эпоху да когда у нас есть и рококо и классицизм тот классицизм это будет самый корсет в общем-то а рококо я бы сказала это то место да то то отдушина где человек себя может чувствовать более менее комфортно вне вот этой торжественной парадной атмосферы действительно если у нас есть ну грубо говоря версаль то должен быть малый трианон да в общем то у каждого ледовика своя маркиза де помпадур это из этой серии какая-то неофициальная камерная интимная сторона традиции в общем то и в том числе и стиля и рококо здесь конечно себя реализовала абсолютно полностью ну во первых это стиль который не бредил да не ставил во главу угла ордер как классицизм потому что представить себе качественное здание классическая безордерная практически невозможно да то соответственно это будет колонны портики и так далее рококо нет и этому стилю не нужен ни масштаб ни какой-то определенной пафос торжественности ни в коем случае все-таки в этом стиле преобладал человек и уровень комфорта человек оставился наверное на первое место и соответственно жилое пространство в эпоху рококо интерьер как раз таки в эпоху рококо приобретает особую значимость это такой более интерьерности если мы допустим будем ну как бы идти по классике и начнем говорить об архитектуре сначала что по идее надо сделать когда ты говоришь в общем-то о каком-то стиле потому что архитектура она наиболее монументальная в общем-то его воплощает то случае срок указ архитектуры скорее будем говорить об интерьере чем в общем-то внешних формах архитектуры и ну давайте с картиночку поставим чтобы было повеселей одно из таких зданий наиболее традиционно когда говорят о рококо показывают да отель де субис в париже который был построен архитектором жерменом буфраном для принца эркюля де субис и в общем то здесь да этот салон как раз таки салон принцессы правда овальный салон принцессы в честь свадьбы этого принца декорировался да вот так и мы видим что уже на этом этапе да на даже вот на этой картинке очевидны основные посыл посылы до основные тенденции этого стиля ну во первых это абсолютная тектоничность все-таки до карниз который не подчеркивается который сгибается который не совпадает с моментом состыковки свода со стеной да не вполне совпадает то есть никакой ордерной декорации ни пилястр ни колон ничего и много золота и пастельные оттенки светло-голубой кремовый да в общем то все очень очень а как бы изящно да вот наверное именно крококо хорошо применяется понятие красиво да то есть декоративно это очень изысканно вот но здесь мы не будем с вами наблюдать каких-то да какой-то архитектоники каких-то основ как бы конструктивных понятных и видимых основ это да вот в этой архитектуре нет это все-таки пространство интерьерное в первую очередь пространство камерное пространство из а где в общем то так сказать пространство соизмеримое с размером человека с масштабом человека да это никогда не а какие-то огромные в общем-то залы если мы посмотрим на тоже отель desubis но это у нас будет салон уже принца пока тут найдешь в ленте но тоже к сожалению фрагменты конечно что касается прямых эфиров в инстаграм да тут особо не размахнешься с показом картинок но в рококо приятно смотреть вот на такие детали то есть вот салон принца зеркала золото тут уже второе сочетание тоже рококо очень любила это белая да белая здесь стук со светло-голубым и вот оформлять обставлять создавать атмосферу да вот это истинная стихия рококо наверное если мы вдруг решим пофантазировать а причем отель desubis простите вот этот снаружи это абсолютная классика то есть ты подходишь ты смотришь там портик с колоннами ну такой классицизм в общем-то приличный заходишь внутри тут начинается да вот это вот феерия какого-то такого бело-золотого воздушного великолепия но если например нам захочется как-то себе предположить вот что из себя могла представлять внешне архитектура рококо мне бы например ну мне бы хотелось показать такие гравюры фантазийные абсолютно ну например вот при чудо и фантазия да такие вещи это миссанье автор то есть изгиб да если у нас классик классицизм представляет собой тектонику нас все-таки там прямые линии преобладают то рококо роккаль она как раз таки очень ценит вот эти вот различного рода изгибы какие-то прихотливые формы да что-то неустойчивое утрированные да какие-то утрированные в общем-то переходы валют а в арку и вообще рококо да это же в целом в основе этого слова этимологии это слово рок роккаль да то есть что-то там причудливой формы раковина и мне очень понравилось что один из в общем-то искусствоведов сергей даниэль говорил про то что вот вот это куртуазность и светскость стиля и сравнение его именно с в общем-то раковиной каким-то образом нас отсылает до к теме сексуальность и чувственности именно женской природы потому что в принципе если все-таки классицизм преобладающие такое мужское имеет начало то рококо это абсолютно женский стиль женственный тонкий но впервые наверное вот наверное впервые в истории искусства именно рококо ставит желание гедонизма желание наслаждения до во главу угла и вот это очень интересно когда исток стиля связан желанием наслаждаться жизни в общем-то обычно там барокко драматический пафос на классицизм пафос государственности до определенный но античность понятно там совершенно другие основы готика стремление к божественному а рококо как бы перевело нас из вот этой вертикали да когда все таки мы имеем дело с некими в общем-то понятиями такими масштабами в горизонталь да в какой-то процесс более ну более что ли чувственного и не такого претенциозного до восприятия жизни и рококо а не только имеет в основе свои стремления к различного рода наслаждениям но и наверное к всяким капризом капризом причудом например рококо провоцирует особый интерес к востоку китаю до тому китаю тому востоку который в сознании европейцы рисовался и мыслился ему то есть это стиль шину азри например да целое направление формируется внутри стиль ракоко формируется целое направление шину азри это такая да вот проекция европейского взгляда европейского представления об азиатской культуре гораздо больше чем реально сама эта азиатская культура и например здесь очевидно будет такие отголоски шнуазри ну к примеру в интерьерах в интерьерах дворца маркиза де помпадуру она себя отгрохала дворец потратив на него там около 200 миллионов лир это даже на тот момент и даже для людовика 15 сумма была довольно внушительная и интерьеры для нее оформлял архитектор на тот момент очень модный и знаменитый кристофью и и это фрагмент ее салона да и мы видим эту роспись голубого по белому это в принципе в традиции китайского фарфора и вот шнуазри она как будто на таких моментах иногда и останавливается да то есть какие-то отголоски азиатской культуры но тем не менее мне очень понравилось что маркиза распорядилась на стенах расположить термометр и барометр и вот это тоже интересно потому что нет не просто светская львица такая it girl того времени в общем-то помпадур но и женщина образованная и как бы да в общем-то следяя следящая за трендами в науке и соответственно вот эти барометры термометр хоть они каким-то образом отсылали к ее возможно к ее знаниям и ее интересам но по сути это все тот же каприз духе времени да если говорить о россии то тут интересный пример архитектура рококо довольно редки на самом деле в целом и хотя строил итальянец правда да но тем не менее сохранился в петербурге это в общем-то дворец который строил антонио ринальди архитектор для молодого наследника петра третьего и тогда еще его жены до екатерины 2 но он задумывался изначально как такое частное небольшое пространство они официальная резиденция для приемов и уже в этой задаче собственно да и лежит как бы выбор стиля потому что что-то неофициальное и камерная до для этого выбирается соответственно рококо название дворцу по сути дали три комнаты он называется китайский дворец китайский дворец опять же тема шину азри а это большой китайский кабинет малый а вот и стекля еще стеклярусная комната очень красиво изысканная как раз таки здесь интереснее смотреть гораздо на интерьер гораздо больше интереснее смотреть на интерьеры нежели на архитектуру так ну вот например да вот в общем то как может выглядеть такое представление о востоке от итальянца в редакции итальянца это большой кабинет безумно дорогая отделка различными породами дерева действительно в общем то различные да и причем не только дерево на и моржовая кость вот еще тоже довольно такой редкий материал для интерьерных решений для декорации интерьеров широкая падуга свода вот рококо любила да такие более плоские своды не не сильно с небольшой стрелой изгиба и соответственно всякие живописные вставки а деревянные пану по сторонам нам всякие сцены да такие на китайский манер можно сказать демонстрирует но а наверно особенно изысканно здесь нам мы можем посмотреть да на стеклярусный кабинет вот это просто мой краш я когда в общем то была в раненбауме относительно недавно вот его отреставрировали до этого в общем было не все не в таком состоянии так кто-то пишет что нет звука друзья напишите есть звук или вы просто просто картинки смотрим может быть у девушки просто нет но я пока продолжу вроде никто не писал до этого вы знаете его отреставрировали это все конечно сверкает бесподобно просто это по сути что такое в общем-то это стеклярусный кабинет это комната которая полностью все панели выполнены собственно стекляруса до перламутрового и окрученный а спасибо все вижу есть да из такой нитки шелковый как бы крученый она синель называется до крученый шелк такой и в общем-то на его основе стеклярусом вышитые композиции это действительно ну в общем то что то такое эфемерное да вот рококо она никогда не про жесткую конкретику не против кто никуда как я уже сказала не про какие-то такие категории строгие и структурные рококо любит вот полутона намек где-то да в общем то там поцелую краткой да если мы живопись когда будем смотреть мы это увидим что такое как будто на пол мощности не всерьез некоторые иногда искусствоведы есть да такая история упрекают рококо не то что упрекают они говорят что рококо это как бы результат выродившегося барокко то есть в основе даже слов до лежит одинаковые а мы корень одинаковый слышит да тоже вот это вот причудливой формы не что он раковина данном случае жемчужина еще в случае барокко это больше жемчужина рука ли это все-таки раковина но рассматривать стиль просто как вырождение другого стиля я все-таки считаю это просто не заслуженно особенно в отношении все-таки рака или который представляет отдельную я бы сказала отдельную стилистическую у него совершенно другая стилистическая база чем у барокко совершенно другие задачи и соответственно каждый из этих стилей свои задачи выполняет хорошо да скажем так в каждом в каждом из конкретных примеров и вот эта эстетика тонкого вкуса и изысканности в эпоху рококо становятся основными признаками хорошего вкуса да то есть если ты это светскость изысканность куртуазность в этом как бы и заключается до сбалансированность этого стиля то есть это основные критерии по которым можно сказать хорошо сделано что-то в эпоху рококо или нет насколько здесь много вкуса и так как мы уже говорим в общем-то об интерьере то здесь сложно обойти стороной допустим какие-то мебель какие-то мебельные истории да потому что естественно интерьер это в первую очередь не только декорация но это и мебель и здесь я просто прочитаю цитату да из как раз описание того насколько много вариантов обслуживания вот этих бытовых человеческих нужд с помощью предметов мебели было в эпоху рококо но столы стал это вообще отдельная тема столы включают огромное количество разновидностей столики тумбы вырастающие из изголовья кровати тумбы столы в спальне столы на колесиках для подачи пищи столы для подносов для посуды кофейной карточные столы для игры в шашки для игры в трик-трак для цветов бодуарные столы столы с ящиками столы для вязания туалетные столики комбинированные столы сочетающие функции рабочего и туалетного ну вот кстати один из таких это здесь бюро стоит да в общем там открывалась крышечка и выезжали различные секретные отделения но сейчас я еще немножко подробнее об этом скажу ну естественно столы для завтрака для рукоделия обеденные столы столы под зеркальники столы консоли круглые столы на одной ножке столы для особых случаев для особых случаев таких всего не будем погружаться стал де на английские или бургундский манер бургундский это важно и наконец письменной столы в общем дошли до обычного классического письменного стола в конце стулья стулья могли быть snop образные форме пучка и либо кета ли-рообразные веера образные а на английский манер для сидения за карточным столом для сидения за письменным столом для гостиной глубокая кресло, кресло с изголовьем, кроме того, были специальные стулья для причесывания, для надевания головных уборов, а также стулья для детей, в общем, детей тоже не забыли, затем диваны, канапе, кушетки, козетки, диванчики для двоих, диванчики для двоих, это важно в эпоху рококо, потому что, собственно, сам посыл стиля подразумевал некий роман, некую интрижку, что-то такое скрытое от официальной стороны жизни, да, и, соответственно, для ночного, мне понравилось больше всего, знаете, что диван для ночного бодрствования, вот мне такой диван необходим, у меня нет дивана для ночного бодрствования, я считаю, интерьер моей квартиры неполнооценен уже, атаманки, турецкие диваны, маркизы и так далее, и так далее, да, там перечисление на многоточие, даже вот по этим кускам и небольшим цитатам можно ощутить, насколько разнообразие, да, было предметного мира, в общем-то, в эту эпоху, собственно, сейчас у человека, мне кажется, предметный мир гораздо более беден, несмотря, да, на количество, в общем, вариантов и возможностей, но вот это, может быть, заводское производство и отсутствие такого количества у нас досуга, то есть, ну, вот дивана для ночного бодрствования даже не существует, ну, это вообще как бы вырождаемся мы, я считаю, абсолютно, то есть каждый предмет обслуживает какую-то бытовую сторону повседневных занятий, будь то рукодель, игра, да, прием пищи, и ведь, вы понимаете, это не просто обслуживание бытовой функции, каждый из этих предметов, по сути, произведение искусства, да, то есть оно должно, главная функция, на самом деле, его, это не исполнять свое прямое назначение, а услаждать глаз, и, да, вот мы видим тут просто столик из наборного дерева с золотыми, золочеными, значит, деталями, изогнутые ножки, один из, как бы, таких культовых, что ли, мебельщиков, тогда, ну, действительно, очень талантливых, это Франсуай Эбен, Жан Франсуай Эбен, и как раз он был мебельным мастером при дворе Людовика XV, и одна из его работ, она сейчас в Метрополит, он в музее хранится, это столик для маркиза де Помпадур, это не этот, сейчас я покажу какой, да, такое бюро, так вот, оно открывалось, там вылезало еще много маленьких ящичков, секретных отделений для писем, и вот эти тайные механизмы, пружины, это же ведь тоже часть культуры, когда ты должен спрятать какое-то письмо, да, там, не знаю, около локон волос, все что угодно, в общем-то, это такая атмосфера, атмосфера романа, я бы сказала, Шадерло де Лакло, опасные связи, кто, собственно, ну, думаю, кто смотрел, кто не считал роман, тот, может, смотрел жестокие игры, да, в общем-то, фильм относительно современный, и вот в больших и малых, а, ну, или Маркиз де Сад, пожалуйста, это персонаж, да, тоже Рококо, более жесткий, но тем не менее, то есть вот вот такие, да, такие истории вот этого мира, высокого советского общества, безусловно, это абсолютно культура аристократии, причем даже, я бы сказала, такой придворный туда уже куда-то ближе, и в больших и малых формах получается Рококо воспроизводит последовательный, вот это, да, последовательное воспроизведение интереса к скрытому, к личному, к интимному. Одним из центральных персонажей среди предметов обихода на тот момент становится даже не стол, а комод, потомок сундука, да, буквально это потомок сундука, и который, ну, по сути, встал на ноги, да, в общем-то, комод – это сундук, который встал на ноги, сейчас я поменяю картиночку, да, ну, такой он, это изящная такая, даже я бы сказала, что здесь больше консолька, хотя, в общем, называется комодом. Опять же, мебельный мастер придворный, да, Бернарда Райзенбург, который долгое время был известен по аббревиатуре, у него аббревиатура на английском BVRB, то есть BVRB, и характерный его такой почерк, в общем-то, в мебельных, да, ну, в общем, в мебельных вещах, да, в мебели, это вот такой картуш, да, посередине, но это вообще-то во многих, честно говоря, историях рококо, но сочетание обязательно с черным китайским лаком, вот он любил этот черный китайский лак, тема Шунуазри, да, и позолота, снова изгиб ножек, розовая столешница из мрамора, и вы знаете, тут интересно, что в этом, ну, вот комоде, да, скажем так, здесь нет ручки, то есть чтобы выдвинуть ящик, можно использовать только ключ, что, в принципе, с точки зрения, ну, как бы практического использования, совершенно неудобно вставлять ключ и выдвигать его ключом, но, видимо, этот комод не должен был использоваться особо часто по назначению, а скорее стоять, да, как произведение искусства в комнате, да, то есть, собственно, дополнять интерьер, да, демонстрация хорошего вкуса хозяина, демонстрировать самого себя и хороший вкус хозяина. Вообще говоря, вот эта демонстрация, демонстративность и театральность, она свойственна очень многим стилям, это и барокко абсолютно театрально по своей природе, классицизм абсолютно театрально по своей природе, и в целом рок-ко-ко, оно скорее не театрально, а оно игриво, да, здесь больше игры, чем какой-то постановки на публику, потому что все-таки этот стиль на публику и не рассчитан до такой степени, да, это такое время, вот полу... ну, я бы сказала, это стиль, можно сказать, отвечающий, да, как бы требованиям вот этого легкого шепота, быстрого взгляда, полуулыбки, некое шутливое развлекательное игровое начало, которое реализует себя отчасти и в некоторых видах архитектурных построек. В частности, да, в том же самом Эрненбауме строится катальная горка. То есть это такая, ну, прихоть, причудо эпохи. Катальная горка сама по себе, вот именно горка, с которой они скатывались, не сохранилась, сохранился только павильон. Ну, здесь мы видим с вами макет, да, как это могло быть, как это могло выглядеть и как это, скорее всего, и выглядело, собственно. Сложная конструкция такая для катания по специальному желобу на санях. И вот этот павильончик тоже с такой причудливой изысканностью сделан, сейчас я вам покажу план. Вот смотрим на план, да, сверху, такой трехлучевой. Комнаты совсем небольшие. Некоторые комнаты овальной формы, да, то есть это сложность формы, изгибы, также даже в плане, на уровне плана рококо тоже очень ценила. Экспрессия барокко, драматургия барокко, да, пафос барокко, абсолютно чушь рококо. Но вот эта динамика криволинейных поверхностей остается, и, в общем-то, рококо это очень ценит. Один из залов в павильоне катальной горки посвящен Чесменскому сражению. Сейчас я вам покажу, как он декорирован. Это бесподобно, конечно. Например, декорация фарфором, да, это настолько изысканы. Небольшие фарфоровые группы для отделки стен, в общем-то, павильона катальной горки. Они до сих пор там сохранились, их можно посмотреть. Они были сделаны, изготовлены на мейсоновской мануфактуре. И каждая из 40 фарфоровых групп, их 40, она отдельную консолечку имеет. И каждая из этих консолек, то есть группы там разные, но каждая из консолек, если вы обратите внимание, сейчас присмотритесь, поддерживает обезьянка. Да, поэтому она еще называется обезьянным кабинетом, это комната. Вот. И фарфор вообще как материал отделки становится очень популярным в эпоху рококо. И, собственно, тоже понятно, почему. Мы снова имеем дело с какой-то прихотливостью. Вот я вам покажу поближе, да. Здесь, ну, здесь вот обезьянки, кстати, здесь не везде, но вот слева она видна. Да, то есть это опять же про какую-то причуду. Ну, почему фарфором надо отделывать стены? Ну, а почему бы и нет? Ну, допустим, вот такие еще есть примеры в Испании, в испанском дворце. Просто шикарные, да, когда там просто все стены, в общем-то, в таких вот фарфоровых сложных цветах, да, там какие-то группы фигурные есть тоже на тему востока, но сделаны из фарфора. В общем-то, конечно, просто уникально. Но наибольшего, наверное, градуса экспрессии в чем-то рококо достигает в Германии. И мне очень нравится здесь вот это вот помещение, да, это, в общем-то, дворец Амалиенбург, который был построен для жены баварского курфюрста Марии Амалии. И несмотря на то, что это немецкая рококо, все равно проект был, в общем-то, создан, да, и воплощен французским архитектором Франсуадо Кувилье. И снаружи ничего интересного, да, там такой одноэтажный павильон, ты как бы даже никогда не подумаешь, что внутри здесь такое великолепие. Такая феерия прям рококо, я бы сказала. Здесь лепнина, атектоника, снова никакого подчеркнутого карниза, много зеркал. Вот рококо еще очень любила зеркала, потому что, во-первых, зеркала, они, да, все-таки это про искажение немножко реальности, да, какая-то будуарная тема вот этих зеркал. Но плюс ко всему зеркала еще здесь отражают окна и задваивают окна. Соответственно, здесь больше света гораздо из-за зеркал становится. И, ну, да, чисто даже интерьерное решение. И, соответственно, кажется, что больше окон. То есть зеркала и окна, они уже смешиваются. Поэтому такое впечатление, что весь павильон просто состоит из окон абсолютно. Вот. Архитектура рококо откровенно нам демонстрирует уже даже, ну, я бы сказала, даже не архитектура, ну, да, архитектура интерьера рококо, здесь скорее это будет точнее так выразиться, демонстрирует нам сразу несколько очевидных особенностей стиля. Часть из которых я уже, собственно, назвала и не один раз, да, это дробности, легкость декора, а тектоничность, гамма, да, пастельно-золотая, любовь к криволинейным очертаниям. И вот эта тяга к витиеватости, как я уже сказала, она заложена в самой семантике слова «ракайль», да, вот этот орнамент раковины. Но для того, чтобы как-то перейти всё-таки от интерьеров к живописи, что, наверное, гораздо, скажем так, этот стиль себя гораздо в живописи ещё ярче выразил, да, то тут опять мы вспомним про то, что вот эта аллюзия на женскую, женственную природу, которая заложена в семантике раковины уже сама по себе, трактуется очень часто в эротическом контексте. И вот эротика, да, отношение к обнажённой натуре не как, знаете, не как к возможности выразить пафос каких-то идей, потому что нагота всегда была возможностью, да, способом изображения человеческого тела, который всё-таки нас отсылал к каким-то глобальным вопросам, да. В Греции нагота – это не про голое тело совсем, да, это, в общем-то, за этим стоят совершенно другие задачи. А вот рококо, оно всё-таки в более уже понятном современному человеку контексте, ставит, вернее, тело обнажённое в более понятный современному человеку контекст, да, то есть просто как эротическое, в общем-то, удовольствие, да, наблюдать за обнажённым красивым телом, как, в общем-то, элемент эротики. И, ну, конечно, здесь у нас персонажи Франсуа Буше, Фрагонар, да, в основном французы. Ну, допустим, да, в общем-то, сюжет мифологический, Геркулес и Амфала, но Франсуа Буше, автор работы, он спускает этот миф, да, весь пафос этого мифа до уровня такой, в общем-то, интрижки. Опять же, мы как будто видим здесь героев персонажа, вернее, героев романа Шадерло де Лакло. Основная цель не риторика мифа, да, не показать какую-то за этим стоящую идею мифологический контекст, а всё-таки эстетика любви здесь как чувственного наслаждения, абсолютно, хотя именно в этой работе очевидно, что на Буше повлиял немножко Рубинс, барочный мастер, но пафосу Рубинса, конечно, включён рубильник там просто на полную, а здесь так немножко на половиночку, но чуть-чуть, вот. Странный, страстный такой порыв, да, вот этот чувственный перистый мазок, это, конечно, Рубинс. Красный цвет – это тоже Рубинс. Здесь, кстати, цвета Рококо есть, но как бы они, да, они всё-таки больше, пока мы видим барочные истории, вот с этим аккордом, с мощными аккордами красного цвета. Рококо потом всё-таки уберёт это в сторону таких пастельных решений, вот, допустим, вот так, да. Ещё одна мифологическая героиня – это Диана, это купание Дианы, собственно, после купания она отдыхает, и именно по поводу… Ну, во-первых, богиня здесь изображена негрозной охотницей, да, здесь нет этого в помине, а такой хрупкой юной девушкой, в общем-то, ну, и учитывая, что Диана в целом это богиня-додевственница, очень жёстко реагирующая, как мы помним в случае с актооном, которого загрызли собственные псы. Кстати, мы видим собак, да, и всё-таки это отсылка как раз-таки к мифу о Диане и Актооне, но, в общем-то, опять же, это, скажем так, это такие атрибуты, которые не могут, да, не могут скрыть, в общем-то, на самом деле истинного мотива, которым руководствовался Буше, это показать просто двух обнажённых женщин, да, какая-то тоже есть эротическая тематика. Именно, кстати, по поводу купания Дианы Дидро выразился, в общем, не сдержался. Он сказал, что Буше спекулирует на античности, ну, правильно, он, то есть, берёт античный миф, как бы прикрывается, грубо говоря, да, античным мифом, чтобы всякие, всяких раздетых женщин изображать. Но о самих героинях Дидро тоже довольно жёстко сказал, хотя, удивительно, Дидро – это продукт ровно той же эпохи, что и Буше, но, тем не менее. Он написал так, «Их нарумянинные тела должны восхищать щёголей». Ну, собственно, на это и был расчёт, я думаю. Да кто они такие, все эти девушки Буше, изящные представительницы полусвета, и больше ничего. Ну, а больше ничего, реально. То есть, в этой культуре и больше не надо было. Была задача, то есть, причём, эти художники, что Франсуа Буше, сейчас мы увидим Фрагонара, они великолепные мастера. С точки зрения художественного уровня, да, мастерства, это высокого класса художники. Но задача, поставленная самой культурой, да, те интенции, скажем так, те потребности, которые культура хотела реализовать, в общем-то, в искусстве, они были такие. И поэтому, да кто они такие, все девушки Буше, изящные представительницы полусвета, и больше ничего, возможно, так оно и есть. И больше просто и не было нужно. Но Дидро ещё упрекнул Буше дополнительно в том, что он роняет репутацию своей жены, потому что он списывает, в общем-то, он много, ну, часто лицо жены, и, в общем-то, писал для этих героинь. Вот эта эстетика намёка, полуулыбки, нюанса, да, важная часть культуры рококо. Если здесь всё-таки всё обнажено, то, например, в случае вот этой вещи Фрагонара, очень знаменитой, качели. Так, сейчас, извините. Да, к сожалению, здесь работа видна не полностью. Значит, девушка, да, вот у неё слетает туфелька, она на качелях, но внизу находится молодой человек, который как бы ощущает на себе все возможности и преимущества таких высоко, высоко висящих качелей. И здесь очень здорово построена, на самом деле, композиция. То есть Фрагонар, да, строят его на таких мощных диагоналях, и, соответственно, легко, одна диагональ, в общем-то, они друг к другу вот так пересекаются. С одной стороны это барышня летящая, с другой стороны там как раз, ну, в общем-то, вторая диагональ, она обозначена, да, вот там молодой человек стоит, и вот это вот деревья, к сожалению, здесь просто не настолько очевидно. Но восходящая диагональ в полёте качеля, она здесь, конечно, доминирует. И здесь, да, вот эта незначительность сюжета вроде как. Какая-то игривость в сюжете, ой, качели, там юбки поднялись, кто-то что-то увидел, и все радуются. На самом деле, эта незначительность сюжета, она ни в коем случае не нивелирует живописного мастерства. Вещь сделана здорово, абсолютно тончайший колорит, да, вот эти сочетания цветов на тонких таких, тонкие зелёные, нежные розовые, всё пастельное. И сама работа, у неё такой очень, благодаря ещё композиционным вот этим приёмам, да, восходящие диагонали, такой акцентно обозначенный. Оно очень такое мажорно приподнятое, лёгкое, летящее, ну, собственно, как и сюжет. Фрагонара, на самом деле, был художником очень высокого темперамента. То есть, если мы тут видим, да, в общем, сюжет качелей, то, например, в портретах, даже по тому, как он мазок, да, наносит кистью, в общем, очевидно, такая, ну, довольно сильная здесь энергия вложена вообще в эти вещи. И, ну, это вот его актёр, да, работа актёр. Экспрессия, очень всё время сложные развороты фигур в сложном ракурсе, энергичное движение кисти, здесь очевидно, которая за собой, да, эта кисть оставляет прям такие сгустки, краски, полоски, то есть, как будто, знаете, не залаченная сверху, допустим, качели всё-таки были более такие завершённые, можно сказать, живописная поверхность была более гладкой. Здесь он оставляет очень часто вот эта возможность проследить за его движением кисти, а это всегда, это всегда, в общем-то, когда мы видим руку художника, его движение, руки художника, это всегда создаёт гораздо большую динамику, чем вещи, которые, да, такие зализанные, я бы сказала. Но, как бы, фрагонар был разный, в том числе вот эти прекрасные портреты, ещё один вам покажу, тоже шикарный, аббат-сенон, вот тут и цвета уже такие не ракальные, а больше барочные, да, опять сильный ракурс разворота фигуры, классно. Но фрагонар мог быть и вот такой, почему бы и нет, да, в таких фривольных вещах, вот, ну, на грани фола уже практически, конечно, сделанных, у него таких много, да, просто я сейчас не стану здесь показывать, совсем откровенные, но что у Бушево-Фрагонара картинки есть такие прямо для кабинетного использования, я бы сказала. И, к сожалению, или к счастью, культура просто задавала определённый стандарт, которому художник-мастер вынужден был соответствовать отчасти, ну, и чтобы удовлетворять, в конце концов, потребности и заказчика, так или иначе. Но были не только мастера, которые работали вот на такой кокетливой эротике, да, например, Рококо могло быть интенсионно совершенно другим, оно могло быть вот таким, да, это жиль, в общем-то, Антуана Вато, довольно знаменитая вещь, и тут транслируется совершенно другое настроение. Вообще, Вато, он такой меланхолик, да, он вот, вот если брать даже трёх этих мастеров, которые мы уже успели посмотреть, Буши, Фрагонара и Вато, вот Антонации и Вато, они всё время немножко на надломе, да, на каком-то, на какой-то грусти, и здесь вот эта грусть и задумчивость жиля свидетельствует, на самом деле, отчасти о каком-то, вы знаете, о каком-то осознании эпохой собственного лукавства, собственного притворства, того, что вот эта вот феерия гедонизма, радости, такого куртуазного веселья, она как бы не бесконечна, и на самом деле, время, да, время рук у кого, оно было довольно ограничено, но о чём я ещё скажу чуть-чуть, чуть попозже, при этом, несмотря на, да, на интонацию, Вато абсолютно остаётся в эстетике своей эпохи, он за, как бы не выходит за рамки, его работы театральные, они изящные, они без сомнения, галантные, но они напрочь лишены какой-то фривольности, такого в лоб вот этого эротического подтекста, да, Вато прекрасно владеет, конечно, искусством намёка, при этом, но эти намёки загадочны, они не откровенные выпады, да, такие, которые мы уже посмотрели у Фрагонара и Буше, эти намёки, которые требуют расшифровки, да, какого-то интеллектуального усилия для того, чтобы понять, что здесь происходит, ну, например, у него есть такая вещь, называется «Затруднительное положение». Да, сцена разыгрывается в таком, опять же, очень тонко и здорово написанном пейзаже, где, кстати, Вато себя абсолютно обнаруживает и заявляет о себе как о великолепном колористе, безусловно, высочайшего качества вот эта живопись. Ритмика группы, да, посмотрите, в каком ритме она разворачивается, от полулежащей фигуры, мы идём слева направо, от полулежащей фигуры к сидящим сначала, и, наконец, полный рост пара. Симметрично склонённые кроны деревьев в пейзаже, они нам как бы кадрируют композиционно, да, эту вещь, такие кулисы, в общем-то, создают. Попант, если мы посмотрим на вот эту группу, которая всё-таки наиболее, да, ну, наиболее центрована, это, соответственно, мужчина в жёлтом там полуплаще, да, и женщина, стоящая к нам спиной, то мы понимаем, что здесь как раз-таки что-то и происходит. Предложение затруднительное делается именно в этот момент, но нам, конечно, предстоит только догадываться, будет ли оно принято или нет. То есть, в АТО здесь даже с точки зрения ритмики оставляет место для паузы, да, для какого-то момента фантазии, то есть, это не настолько очевидная вещь, да, не очевидное развитие этой сцены и не очевидное это предложение. Колорит очень деликатен, как и отношение художника к самой ситуации. Здесь нет никаких ярких акцентов, в принципе, все строится на мягкой гамме оттенков и центральная пара выделяется, единственное, что, наверное, вот эти вот более-менее сгущенные тени по сторонам от центральной группы. Его вторая вещь, наверное, еще более знаменитая и еще в чем-то более загадочная, это отплытие на остров Кеферу 1717 года. Культовая вещь, на самом деле, его работа на вступление в Академию художественного, такая конкурсная. И сюжет картины здесь изображает такое аллегорическое паломничество современных Антуану Вато персонажей, не мифологических, а современных, на остров Кеферу. Кефер – это реально существующий остров, который, в общем-то, считался один из культовых центров богини Афродиты. Оттуда и эпитет есть у Афродиты, один из ее эпитетов – это кефирийская, собственно. И считается, что Вато здесь как бы наложил на эту мифологическую подоснову один из сюжетных мотивов популярной комедии, в его годы комедии «Три кузины» Данкура, в которой, в общем-то, в этой комедии упоминался этот чудесный остров, «Откуда ни одна девушка не возвращается без поклонника или мужа». Ну, в общем, окей. Вато здесь больше интересно, как он разработал здесь композицию, построил. Многофигурная вещь, сложная с точки зрения организации, безусловно. И он как бы замедляет ритм, замедляет движение, и, собственно, наш взгляд отчасти тоже движением персонажа справа налево. Все-таки мы привыкли досчитывать что-либо слева направо, чаще всего, как текст. Здесь же основное движение начинается справа и идет влево, что, соответственно, уже на уровне визуала нам этот процесс восприятия работы как бы, да, немножечко, в общем-то, замедляет, и этот ритм здесь необходим, в общем-то, для какого-то более целостного впечатления, восприятия. Итак, движение медленное, затрудненное, с паузами, да, даже с большими паузами вот в этой группе, если мы посмотрим. Начинается с сидящей дамы, потом приподнимающийся кавалер, рядом с ним там в костюме с капюшоном маленький амурчик, потом еще один кавалер, который помогает даме подняться, да, то есть мы такую, в общем-то, игру, да, вот этих вот восходящих, нисходящих линий здесь видим. Такое медленное, постепенное развитие чувства, да, словно бы в пределах одной ситуации, но повторенной многократно, будто это одна и та же пара в разные периоды, да, как будто своего, в общем-то, процесса своих отношений. Театральность культуры рококо, ее вот эта двусмысленность, ну, и в некоторых вариантах скорее не двусмысленность ситуации, но здесь все-таки многозначность этих положений, ситуаций, в которых оказываются персонажи, получает, на самом деле, особое звучание среди венецианских мастеров, да, все, вот Венеция, она, безусловно, родина карнавала, да, в общем-то, и вот это маски, загадки, какие-то недосказанности здесь в Венеции, наверное, особенно органичны, можно сказать, да, мотив маски здесь суд самой культуры. Сейчас мы, давайте вот так. Один из мастеров, который такой, ну, может быть, может быть, наиболее ярко выразивший, простите, пожалуйста, стиль эпохи Рококо, это Пьетро Лонге, который показывает нам такой камерный мир, да, вот как раз-таки прикровенный, такой интимный мир вот венецианской жизни. Очень наблюдательный, любопытный художник, и вот вроде как жанровые сценки на первый взгляд, но, по сути, все построены эти сценки на основе театральных, в первую очередь, мизансцен. Безусловно, он не так свободен, не так размашен в движении кисти и в палитре, как французы, да, более скромно, на самом деле, все, но его вещи, они такие уютные, какие-то кропотливые, в них очень много намек и недосказанности, и в том числе, очень, знаете, эти намеки и недосказанности, они не связаны с ротикой, как раз-таки здесь, как будто, да, как будто в интонацию он уходит больше даже в АТО, нежели БУШЕ, там, да, или, в общем-то, Фрагонара. Да, мне очень нравится вот эта его вещь с носорогом Кларой, реальный, кстати, носорог Клара, диковинка, да, такая была, привозили носорога, все ходили на него смотреть, но сзади здесь девушка в черной маске стоит, да, на самом деле, очень интересно, потому что вот эта черная маска, которая на лице, по сути, непонятно, как крепится, да, это сейчас, как гидрогель его наклеиваешь, черную, туда похожа, эта маска необычная, она, по-моему, называется мута, слово немая, потому что, чтобы эта маска держалась на лице, нужно, там есть специальный выступ, и нужно закусывать ее зубами, то есть, как бы, человек в этой маске, априори, еще и, не просто загадочен, он еще и молчалив, ну, в общем, такие причуды 18 века, ну, я покажу вам уже под занавес, конечно, еще пейзажистов, тоже венецианских, тоже уже, тоже этого времени, ну, например, знаменитейшей гвардии, которая писала очень много различных видов Венеции, причем, это могли быть какие-то очень парадные, торжественные точки, такие, репрезентующие город, а могли быть совсем, знаете, мотивы каких-нибудь двориков, разрушенных сооружений, например, какие-то такие вещи, когда у нас не, в общем-то, не такой, не пафосно, открыточная история, да, а увиденная Венеция из каких-то вот небольших уголков, опять же, вот эта вот интимность, камерность, прикровенность этого всего, да, не открытое пространство какое-то, и закоулки, да, закоулок приобретает особую романтику в эту эпоху, можно сказать так. Ну, в общем-то, року-ку остается стилем, безусловно, высокого, высшего аристократического общества, куртуазное, светское. Его время, как я уже сказала, было довольно скоротечно и быстротечно, потому что кончается оно вместе со страшными событиями французской революции, и французская революция распространяет, конечно, ненависть, в общем-то, к любым, да, связям с вот этим светским гедонизмом, к правящему классу, естественно, и всем, в общем-то, на все то, чем он себя окружал. И Франция, да, обновленной Франции нужен был, собственно, и другой стиль. Но, кстати, классицизм там подошел полностью, да, року-ку все-таки нет, року-ку было слишком элитарным, слишком узкодоступным, скажем так, стилем. Наступала эпоха, в которой полутонная намеки были совершенно уже не в моде, да, но вот этот призрачный, эфемерный мир, безусловно, оставил после себя прекрасные образцы своих убеждений, своих интенций, своих стремлений, которые до сих пор увлекают зрителя в такую тонкую и прихотливую игру этого стиля. Дорогие, вам большое спасибо, мы заканчиваем. Надеюсь, всем понравилось. если есть какие-то вопросы, еще есть пара минут, могу ответить, пока эфир не закончился. Если нет, то всем большое спасибо, буду прощаться, не буду вас сильно задерживать. Да, спасибо. Жалко экран только всегда, вот в этих прямых эфирах, там маленький экран, и не так, конечно, все это может быть видно, но что же делать. Приходите ко мне на очные лекции. Да, спасибо, Катя, я надеюсь, что у вас потом звук появится в записи. Все, спасибо. Я вас целую, мои сладкие. Все, пока-пока. До свидания.